Секреты местного ЖКХ. За что платим, за что переплачиваем? Или как прожить на пенсию, если чуть ли не половину каждый месяц надо перечислять коммунальщикам? Горожане снова удивлены непрозрачными способами начисления квартплаты. Вот пример. Одна из управляющих компаний пытается закрыть свои долги за счет обычных граждан. Хозяйственники людям выставили счета еще трехлетней давности. При этом никому не объяснили, откуда вдруг в квиточках появились четырехзначные суммы. Наш корреспондент Олег Хатанзейский разобрался в запутанной истории и узнал тайны коммунальщиков. Валентина Петрова хоть и дисциплинированный плательщик, но за эту сказочную квитанцию свою пенсию отдавать не желает. Такое ощущение, говорит пенсионерка, что цифры в квиточках коммунальщики взяли с потолка. Ну вот где логика? Почти 714 рублей управляющая компания «Общество служба заказчика» начислила за декабрь 10, январь и февраль 11 годов. Разобраться в сложных расчетах женщина не в силе, да и понять, откуда вообще свалилась эта сумма на ее голову, она тоже не может. Разобраться не можем с 2010 года, по 2011, какая субсидия не знаю. Больше не знаю, куда звонить, куда идти. Чего делать еще? Кто подскажет? Как-то разобраться надо все равно. Дополнительные квитанции к основным получил весь дом. У каждого разная сумма, но начислена она за одни и те же услуги – субсидию трехлетней давности. Первым делом мы, конечно же, связались с управляющей компанией, чтобы спросить, за что платят люди. Знаете, с вами, с руководителями я общаться не буду. А почему? Ну потому что вы под субсидией это и хотите? Да-да-да, конечно. Звоните управляющему, который сдал этот приказ. Оказалось, суммы, которые написали в квитанциях, придумали в Архангельске. Офис общества служба заказчиков теперь находится почему-то там. А на Первомайской совершенно другая компания с похожим названием. Просто мистика какая-то. Да, это у службы заказчика, управляющая, она находится в Архангельске. Я вообще к этим квитанцам никакого отношения не имею. У нас новая компания. Дозвониться в Архангельск нам, естественно, не удалось. Трубку так никто и не поднял. В общем, о сказочных квитках с непонятными суммами конкретно никто не знает. Лишь пояснили. Городская администрация, мол, три года назад управляющая компанией сначала предоставила субсидио на расходы по коммунальным платежам, а потом обратно потребовала эти же деньги. Поэтому все расходы коммунальщики понесли из своего кармана. Управляющая компания служба заказчика своей изобретательностью уже давно прославилась на високруг. Сразу видно, хозяйством управляют люди креативные. Администрация взгрустнулась проверить. И они говорят, что здесь была допущена ошибка. То есть вы эти денежные средства получили неправомерно из бюджета. Верните их. Мы их вернули по суду. И вот теперь население-то использовало эту скидку. То есть на сегодняшний день вы остались должны предприятию. Потому что предприятие за счет собственных средств дало вам работу. После разразившегося скандала администрация Наринмара провела собственное расследование. Чиновники заявили, обсчитать жильцов никто не хотел. Во всем виновата управляющая компания. В 2011 году из бюджета города в качестве компенсации им было предоставлено 63 миллиона рублей. 5,5 из которых потрачены не по назначению. То есть коммунальщики по сути действительно сейчас обманывают людей и просто хотят за их же счет покрыть свои долги. Ведь служба заказчика официально является банкротом. Мы полагаем, что здесь действие направлено на совершение мошеннических действий. Получается так, что на наш взгляд, что эти денежки пытались как-то использовать не по целевому назначению. Можно даже разбазарить. А когда произошла проверка, ничего не могли объяснить. И деньги, так сказать, как неиспользованные, вернули. В мэрии заявили, оплачивать квитанции, в которых начислена сумма за льготы трехлетней давности, не стоит. Лучше их сразу же отнести в прокуратуру. Этим запутанным делом ведомствия уже заинтересовались.